Созданная в 1936 году на базе Оркестра Народных Инструментов, филармония долгие годы не имела своего концертного зала. Первым художественным руководителем является Ферре. Филармония носит имя народного поэта, исполнителя на хоум-музе Токтулова-Сатылганова. В 1970 году было построено официальное здание Государственной филармонии. Прочитетом является Печенки. С тех пор самая крупная в Крымстане концертная организация находится в здании с большим и малым органным залами. В 1981 году перед главным входом в филармонию на площади был установлен скульптурный комплекс Манас. Скульптором является Садырка, впервые воплотивший в монументальной пластической форме образы эпоса. Центральное место в композиции занимает полная статуя главного героя эпоса Манаса. Единую с ней группу образуют фигуры супруги Ханекей и советника Бахая. И подалеку расположены гюсты монастыщи XX века, в том числе великого Садырка Карлаева. Также дополнительную красоту придают живописные скверы и цветники окружающей национальной храму-музыки. Становление филармонии связано с именами музыкантов-исполнителей Куренкеева, Туманова, Манас Чи, Мусулан Кулова, Карлаева, Акенов-импровизаторов Ахыева, Усинбаева, Композиторов-певцов Угумбаева, Баетова, Дирижера Урозова, Комузиста Ширкулова. Пик деятельности государственной филармонии пришелся на 80-е годы прошлого века, когда ансамбль камузистов, эстрадные танцевальные коллективы филармонии были на гастролях в Канаде, во Франции, в Японии, США, Швеции, Румынии, Чехословакии. В филармонии работают 10 творческих коллективов, включая государственное большое симфоническое оркестр. Жители и гости Станис с удовольствием могут наслаждаться концертами классической, национальной, кардинской и популярной музыки. В 1939 году национальная филармония награждена Орденом Трудового Красного Знания. Кстати, инаугурации президента Харьостана проходят также в здании филармонии.